Добрый день, уважаемые зрители! С вами канал Сибирский Сад. Съездили мы 28 марта на дачу, провели ревизию. И сейчас я вам коротко скажу, что надо сроченько сделать на даче, какие уже работы подошли и какие планы у нас на будущее. Вот так у меня выглядит мой небольшой дачный участочек. У нас еще довольно много снега вдоль забора. Здесь вот на переднем плане уже практически снег сошел у нас. Остался снежочек только вот под деревьями и вдоль забора. Вот под хвойничками, видите, уже до земли вытаила. Значит, что нам надо сделать? Значит, сейчас надо отгрести остатки снега из-под хвойников, из-под кипарисов, можжевельников, то, что посажено у нас, и пролить теплой водичкой. Наша задача приствольный круг освободить от снега, пролить теплой водой, чтобы земля стала черной, чтобы она на солнышке нагревалась и чтобы начала работать корневая система, для того, чтобы не сохла верхняя часть. Так как у нас на днях вот-вот выглядит солнце, но оно и сейчас появляется периодически, хвойники будут испарять влагу, надо, чтобы заработали корни. Двигаемся дальше. Так, здесь вот у меня гортензия закрыта, цветочки пусть они так укрыты и будут, а на дальнем плане смородина у меня посажена. Под смородиной еще немножечко лежит тонкий слой снега. Это очень хорошо. Сейчас самое время облить горячей водой кусты смородины, красной, белой, черной. Можно крыжовника. Это заметно сказывается на дальнейшем урожае. Даже не то, чтобы на урожае, а на качестве этого урожая. Болезней будет гораздо меньше. Старый-старый способ, это не открытие, но, тем не менее, он действует. Никакой химии, а польза очень большая. Здесь посадки у меня закрыты лилии, они под снегом, пусть они так у нас и находятся. Пока что здесь еще делать ничего не надо. Хвойнички, я вам сказала, отгребаем от снега. И смотрим, что у нас здесь. Малина еще под снегом. Это хорошо, пусть она так и стоит, мы ее не трогаем. Но у нас уже, вот мой виноградник, видите, здесь два. С укрытия винограда снег практически сошел. Сейчас надо его обязательно открыть на проветривание. Вот, открываем на проветривание, закрываем. При плюсовой температуре в ближайшее время над виноградом я поставлю дуги и поставлю укрытной материал. Дальше у нас малина. Малина у меня связана, пусть она так и стоит пока. Это у меня ежевика закрыта, тоже все нормально. Вот еще виноградник у меня тоже прикрыт мой. Его я также проветрю. Это дуб. Дуб, конечно, у меня уже очень большой. Вот уже солнышко выглянуло. Обратите внимание, почки крупные. Я надеюсь, он в этом году так же обильно будет свисти, как и в прошлом году. Все замечательно будет с ним. И в планах у меня показать вам разные способы прививки. То есть, я прививаю деревья разными способами. И хотела бы сказать вам то, что мне наиболее понравилось и показать, как это делается. Также у меня снято прожималось. Наверное, соберу, сделаю видео. Разные сорта. Как отличается ягодка, чем отличается, как ее перерабатывать. Конечно, прекрасная елка растет у меня на участке. Вот так на ней очень много шишек. Это очень красиво. Для души приятно. И возвращаясь домой. Сейчас вот у меня цветет помело. Вот такой большой у него цветочек. Для сравнения, посмотрите, это цветет лимон сорта лунарио. Совершенно другой внешний вид у цветка. Ну и, конечно, основная наша задача сейчас это рассада. Занимаемся с рассадой. Подращиваем, пересаживаем, закаляем и так далее. Конечно, я не удержалась и купила еще два новых сорта винограда. Скороспелых. Это София и Восторг. Посмотрим, что вырастет. Пересадила уже вот в емкости их. Как видите, на даче у меня еще снег лежит. Дача у меня на горе. Северный склон. Кто-то, конечно, в южных регионах уже высаживает рассаду. Мы пока что подращиваем рассаду дома. Не торопимся. Итак, про планы я вам рассказала. Подписывайтесь, те, кто не подписался, случайно заглянул на канал. Надеюсь, будет интересная и полезная информация. Ставьте свои отметки. Пишите вопросы. А на сегодня все. Сибирский сад. Сидим дома. Занимаемся рассадой. Цветочками. Строим планы на будущее. Пока-пока. Продолжение следует.